Приветствую вас, Светлана, и я хотел бы вам ответить на ваш вопрос, потому что вижу, что вы действительно переживаете за своего сына, ну как и любая мама. Вот. Вы переживаете за него, и это нормально. Я прошу, чтобы вы постарались понять некоторые моменты. Во-первых, ваш сын уже достаточно взрослый. Ваш сын уже очень взрослый. Ему целых 23 года. В этом возрасте человек сам должен и способен принимать решения за свою жизнь. Далее, я полагаю, что точно вы задаете вопрос по поводу него, как бы вот по поводу своего сына вы задаете вопрос. Хотя, в действительности, ну, вам уже сказали, что это он должен спрашивать нас об этом. А не вы спрашивать у нас о нем. Из этого я могу сделать вывод только такой, что вы, что вы своего сына, чрезмерно, чрезвычайно оберегаете. Ну, вот так, по крайней мере, мне показалось. И я понимаю, в принципе, почему вы это делаете. Возможно, вы считаете, что ваш сын, он беспомощный, что он сам не справится и так далее. Но своей опекой вы ему только как это не правильно вредите. Ну, и по поводу того, что он никому не верит. Как вы думаете, он будет вам больше верить, если вы делаете это у него за спиной? Заикание, да, это проблема. Но эта проблема решается. И если ваш сын никому не верит, то для начала ему нужно кому-то поверить. Но пусть этим кем-то станет психолог. Позаветуйте своему сыну прийти к нам на сайт, чтобы он сам задал вопрос, чтобы он сам получил ответ. Чтобы он сам выбрал себе психолога, чтобы он разобрал бы все свои проблемы серьезные и так далее. Ну, например, вот у меня возле есть определенные дефекты речи, но мне это не мешает работать. Вот. Давайте так. Вы сейчас просто постарайтесь успокоиться и спросить у своего сына, чего он хочет. Просто вот, чего он хочет. И почему никому не верит. Можете дать ему послушать мою запись. Я сейчас обращаюсь к вам, к сыну вашей матери, к сыну Светланы. И хочу сказать, что заикание – это не крест. Заникает заикание в моей жизни. Куда важнее, что вы, молодой человек, думаете о себе, как вы себя воспринимаете. Если вы воспринимаете себя плохо. Если вы воспринимаете себя негативно. Если вы профессионируете себя как неполноценного И для того, что заикаетесь, как урода И для того, что вы заикаетесь, как не таким, как все И для того, что вы заикаетесь То проблема здесь не в заикании Потому что заикание может быть вашей особенностью И ее можно использовать для того, чтобы люди вас узнавали Дело в том, почему вы считаете мнение других людей важным для себя Почему вы считаете, что мнение других людей направлено на нормы Нормы разговора, нормы поведения, нормы тела Нормы ведения отношений, нормы построения дел Почему вы вот эти нормы считаете для себя более значимыми, чем свое собственное мнение о себе Скажите, пожалуйста, молодой человек У вас есть друзья У вас есть девушка Если нет, то вы, наверное, этого хотите Подумайте Скажите, важно ли этим людям То, что вы заикаетесь Вот честно Если им важно То вы не их человек Если им это важно, то они не друзья Они не искренние люди Скажите, чем вам нравится заниматься? Что бы вы хотели делать? Что бы вы хотели реализовывать? Вот и понимаете с этим Не обращайте внимания на то, что вы заикаетесь Просто делайте то, что нужно Людям плевать Людям вокруг вас Плевать Сдайкаетесь вы или нет Осмеются И оскорбляют Слушайте, те, у кого есть проблемы И поверьте, они куда больше Чем у вас Я рекомендую вам почитать книжку Я умею прыгать через лук Почтите Это книга о комплексах И после того, как прочтете Я рекомендую вам ее обсудить С психологом Какие вы впечатления о ней получили Что нового узнает А после Ну, она будет работа С тем Смол считает эзоиками С тем-то плохим И вот когда Это будет проработано Тогда вы сможете Избавиться от него Либо Медицинскими средствами Либо психологическими Ну, психотерапевтическими Точнее Причтать вам И помните, что Это ваша жизнь И что Вы Ее Сейчас Проживаете В пусту Тем, что Тратите энергию На Такие вещи, как Зайкание На Недоверие Всему миру Кстати, а зачем вам Кому-то верить? Для чего? Чего вы хотите добиться? Через веру Кому-либо Чему вы не верите в себя? А если нельзя То есть кто мечтает? Подумайте об этом Ну, а вам Светлана Я Желаю Всего доброго Удачи Пишите в личку Если у вас Остались вопросы И Если Вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если Сделаете его лучшим Еще раз Всего доброго Продолжение следует...